Добрый день, меня зовут Георгий Афанасьев, я основатель проекта Лесные сады. Сегодня хотел бы поговорить о теме самообеспечения и дать такой основной обзор этой тематики, как я ее понимаю. Потому что в общем в литературе и в поисках в этой области очень много разных направлений, и они очень сильно разнятся. Но я исхожу фактически, то есть надо понимать, что моя концепция, моя идеология состоит в том, что есть возможность построения креативных территорий, которые я понимаю, как территории, которые обеспечивают всеми первичными необходимыми ресурсами людей, которые находятся на этой территории, владеют этой территорией, могут ее использовать. Уточнение состоит в том, что я вижу разрешение этой ситуации через построение биоцинозов, то есть живых систем, которые в ходе своего функционирования создают основные очень сложные и очень простые ресурсы, простые такие, как чистую воду, сложные, как очень высокомолекулярные органические молекулы, которые выполняют функцию фитогормонов, например, для человека. И это все, значит, то, что окружает человека непосредственно на его земле, может ему давать пищу, лекарства, строительные материалы и так далее, и так далее. То есть там и топливо, практически все ресурсы. Это как бы общая такая, ну общая замысел. Ну понятно, что нужно еще уточнять. Ну и я как раз хотел сегодня пройтись по пути рассмотрения, что такое личный суверенитет в области питания. Потому что здесь очень большая путаница и опять же очень много наслоений исторических, которые остались, когда-то были очень ценными, открытия, достижения, но они устарели. Но мы продолжаем пользоваться вот этим устаревшим хламом каким-то. О чем я хотел сказать, что, ну в целом, ну например, как бы очень распространенный такой был подход в свое время, это расчет калорийности. То есть, например, когда Папанинская экспедиция отправлялась, для Папанина специально рассчитывался рацион. То есть, ожидалось, что он там больше года проведет на льдине, значит, да, то есть эта группа. Вот, и институт общественного питания для них обсчитывал. Ну вот, собственно, там на два человека и собаку около пяти тонн продуктов они подготовили. В основном концентратов, это сказать, сухих каких-то продуктов. Значит, что основой было, ну и вот предыстория этого. То есть, то, что обсчитывалось, ну, калорийность, то есть, обсчитывалось калорийность обычного человека, живущего там в городе, человека, который занимается физическим трудом и вот находится в экстремальных климатических условиях, поэтому калорийность увеличилась. То есть, ну понятно, там все более питательные, так сказать, вещества нужно было давать. Ну и отсюда идея концентрата. Ну, концентрат по именно энергетической емкости. То есть, это сладкие, жирные, да, вещества, которые вот несут на себе энергию, да, то есть, килокалории так называемые. И эта вот линия, она осталась, хотя понятно, что в какой-то момент, когда стали фиксировать, что там самые обеспеченные люди, вроде бы они, ну, так называются обеспеченными, да, и могут сами себя так называть, но оказывается, что у них целый ряд дефицитов, например, там, белковый дефицит, при том, что, ну, они едят мясо, да, то есть, но оказывается, что в целом, как бы, да, сегодня в мире довольно распространен такое понятие, как белковой дефицит в системе питания. Он связан не только с потреблением, но и с возможностью усвоения. То есть, на самом деле, кроме того, что что-то подать в человека, нужно, чтобы его живые системы этого человека были готовы это принять. И отсюда появилась большая-большая линия анализа микробиома человека. То есть, как он работает с пищей, как он существует отдельно. И, соответственно, мы увидели, что фактически эта тема в области питания, она тоже очень важна. Да, то, что оказывается, что нужно свой микромир, который, так сказать, там, как говорят по числу, живых организмов, которые находятся внутри человека, да, или клеток, которые чужеродные ему генетически, но работающие вместе с ним, живущие вместе с ним. То есть, их больше по числу, чем, как бы, клеток самого человека. Ну, и поэтому, как бы, нельзя не игнорировать и нельзя не реагировать на определенное развитие знания о микробиоме. Поэтому, ну, вдруг, например, такие вещи. И стали анализировать не только калорийность, но и соотношение белков, жиров, углеводов. И, соответственно, потом с дроблением. То есть, какие белки, то есть, набор аминокислот, деление на аминокислоты, которые незаменимые, так сказать, заменимые, да, которые могут синтезироваться в организме, которые не могут синтезироваться в организме. Вот целая история. Там жиры начали дробить, там, на разные омеги, так сказать, 3, 6 и 9, например, жирные кислоты, да, чтобы представить себе, как бы, разные задачи, которые решаются этими элементами. Не просто, когда мы читаем на упаковке какое-то количество белка, жира и углеводов, это не значит, что есть полнота, которая нам нужна, что это может нас обеспечить. Это очень важный момент. И, соответственно, в какой-то период, целым рядом открытий, стал вопрос о том, что стали учитывать еще длинные списки микроэлементов и витаминов. Вот мы имеем на сегодняшний день набор таблиц. Которые, ну, при всей их простоте вроде бы, какой-то набор витаминов основных, набор макроэлементов, которые используются человеком в основном из пищи, как бы там мы их получаем. И, соответственно, вот это в этот момент возникает очень интересная работа. То есть, например, можно даже на этом уровне остановиться и сказать, а можно ли проанализировать, ну, и хотим ли мы, да, хотим ли мы понять свою обеспеченность. Ну, например, у нас есть своя земля, мы хотим выстроить самообеспечение. После этого мы берем список основных витаминов, так сказать, вот посмотрели, да, А, Б, Д, Е, там, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, вот, с дроблением каких-то, так сказать, там, Б-12, и так далее. Вот, витамины Д разного номера тоже есть, оказывается, не все они одинаковые. Вот, после этого мы можем проанализировать, а с нашей земли можем ли мы взять весь этот список, закрыть. И можно, ну, я даже такую работу делал, мы проделывали занятие такое, в ходе которого участники анализировали свои собственные участки, значит, земли. И смотрели, какими видами растений, продукции, другой, там, животных, они могут закрыть вот этот список. Ну, просто напротив, там, витамина ставилась какой-то, там, не знаю, морковь, например, там, или ставились какие-то другие. То есть, где содержатся провитамина, да, выяснялось. То есть, тоже очень важный момент, что чаще всего там не витамина, как бы, да, а провитамины, которые еще, опять же, вот, живыми силами самого организма должны быть преобразованы, да, значит, в нужную форму, если они есть. Если человек здоров, и вот это здоровье, это как раз один из показателей возможности работать с полупродуктами, которые берется из внешней среды, с трансформацией их в продукты. Вот. И то же самое проделать с микроэлементами. Ну, вот, откуда мы берем золото, хоть, хотя, вроде бы, мало требуется, да, там, как микроэлемент, но требуется молибден. И очень интересная задача, когда начинает прописываться напротив каждого из витаминов, микроэлементов, те ресурсы, которые это может быть обеспечено. Ну, еще в количественном соотношении, то есть, насколько, чтобы вот эту условную, хотя бы, но дневную норму можно было бы закрыть, и годовую норму. Да, то есть, а сколько нужно такого, того или иного вида продуктов. И оказывается, что именно в этот момент почти впервые становится понятно, что всем тем кругом, как бы, куцых продуктов, 15-20 наименований продуктов, которые человек потребляет в основном, значит, поступающие еще из супермаркетов, да, к нему, невозможно закрыть. И дублировать этот список, производя его на своей земле, вообще бессмысленно. То есть, вот этот путь, ну, просто взять, как бы, то, что сложившуюся систему потребления, и, так сказать, попробовать ее дублировать за счет воспроизводства на своей земле. Вообще бессмысленно, оказывается. Может, и впервые появляется запрос на более широкие биоразнообразия на своем участке. Потому что оказывается, что целый ряд микроэлементов, они содержатся в дикоросах, да, они содержатся в тех продуктах, которые мы не выращиваем, и появляется запрос на вот это биоразнообразие не как сформулированную кем-то, там, проблему, которая нас не касается, а как проблему своего собственного самообеспечения. Потому что оказывается, что по этой табличке вы не можете указать, как бы, да, откуда вы что берете. То есть, вы не знаете этого. Ну, и, соответственно, тут уже важно понимать, что когда кто-то говорит, ну, мы там все это купим в аптеке, да, то есть, в общем-то, понятная вещь. Не надо, как бы, здесь больших, значит, дискуссий. Просто уже все придумано, можно купить в аптеке. Ну, надо сказать, что уже даже в аптечных формах, например, те же самые микроэлементы разделяются, да, там, микроэлементы, то есть, например, в хилатной форме или не в хилатной форме. Это на что указывает? На то, что микроэлемент может усваиваться, когда он соединен с органической молекулой, с именно кислотой, например, да. То есть, это, там, либо металлоорганическое соединение, ну, или в целом это минерал плюс, как бы, живая органика. Это в такой форме организм распознает микроэлемент, может его использовать. Все, что поставляется не в такой форме, в общем-то, так сказать, не представляет ценности. Это тоже очень важно понимать. И вот, исходя из этого, можно спросить, а самообеспечение в этой идеологии возможно? А что нужно сделать с освоением своего участка, чтобы сделать такую форму самообеспечения? Или, что нужно сделать, какой редизайн своего участка, переосвоение нужно сделать, потому что он осваивался хаотично, без этого, без этой мысли, без идеи самообеспечения, не в смысле больше хавчика, так сказать, да, там, калориями обеспечить себя, а в смысле действительно закрыть хотя бы понимаемые нами потребности. Понятно, что, я здесь в завершение могу сказать, что кроме вот этого, этих списков, есть еще более интересная вещь, связанная с тем, что если анализировать вторичные метаболиты растений, среди которых фитогормоны, ароматические вещества все, огромное количество, которых сегодня в мире более 5000 наименований, и функция которых, как раз, например, воздействовать на нерастения, привлекая, как аттракторы, отпугивая, гиппируя что-то. И в этой области мы совсем плохо понимаем, что такое самообеспечение в этой области. В совершении могу сказать, что мое видение общее, конечно, самообеспечение состоит не в том, чтобы построить систему подачи продуктов себе на кухню, а в том, чтобы стать владельцем производственных мощностей этих продуктов. Это очень важно, особенно с точки зрения этих хелатных форм, с точки зрения вторичных метаболитов растений, которые больше всего страдают при промышленном производстве, упаковке, транспортировке и доставке через такие крупные сети. Потому что они, в принципе, даже не учитываются там. То есть вот эти вот 5000 наименований, про них мало кто знает, вы на упаковке ничего не прочитаете. Хотя понятно, что это следующий шаг анализа возможности самообеспечения себя. Поэтому я думаю, что вот эта логика состоит в том, что логика самообеспечения как направление быть владельцем биоциноза, поддерживать его таким образом, чтобы был максимально биоразнообразен и устойчив, и мог обеспечивать хотя бы понимаемый нами круг вот этих ресурсов, таких как все микроэлементы, все витамины, и, так сказать, двигаться дальше в сторону анализа, что такое вторичные метаболиты, и что из них мы можем вычерпывать из окружающих нас биоцинозов. Ну, успехов в освоении вашей территории и в построении настоящего самообеспечения, которое, мне кажется, вот так вот устроено. Продолжение следует...